здравствуйте дорогие друзья с вами дмитрий явланов и канал сады тамбовщина сегодня буквально на минуточку сбегал на рынок где у нас торгуют цветами и не удержался купил еще вот такой вот один рыженький красавчик вот такого вот красавчика два дня назад я уже покупал еще пять сортов ирисов вот они у меня посажены и замульчированы земля у меня как я уже не раз говорил на участке очень и очень плохая это или сплошная глина или сплошной песок ну вот здесь вот видно что тут вот буквально сплошной песок из глины так что я сейчас вот вырвал лунку под этот ирис и набрал вот у себя здесь в одном уголке есть получше земля более или менее черная а еще у меня здесь остался привезенная земля с поля вот за такой землей за чернозема мы ездим так и что у нас дальше по плану а дальше по плану нас посадка вот это вырисом хотел я прошлый раз снять как сажал вот эти 5 ирисов но к сожалению вечером так устали что уже было ни до каких не до съемок лишь бы все это посадить замульчировать и бежать уже скорее в душ и ложиться спать у нас стоит 40 градусная жара дождик вроде обещают как завтра но нас уже дождями кормят вторую или третью неделю все и так есть вот такой ирис есть вот такая вот лунка сейчас мы высыпаем вот эту черную землю и сам вот ведро ушло прям туда и самым главным пунктом в этом что я хотел сказать то что какая бы плохая почва у вас не было если вы сажаете в лунку в такой какой-то более или менее хороший грунт то вот этот вот более или менее хороший грунт или это может быть какой-то там супер грунт вы его со своей землей обязательно перемешайте чтобы вот в этом вот в черном грунте была земля также ваша присутствовал то есть вот эти суглинки и суписи почему потому что вот посадили в такую в черную землю сейчас ли в какой-то в свой супер грунт растения посадили растения она принялось она начинает осваивать вокруг себя территорию корни начинает расти осваивают всю эту хорошую землю и потом дорастают до чего-то им непонятного то есть они уперлись в этот вот в суглинок или еще во что-то и туда расти они не хотят потому что это им незнакомая территория начинается так бывает очень часто я знаю это не понаслышке и поэтому рекомендую всем вот эту вот лунку сейчас как следует перемешать вот с этой землей чем я сейчас и займусь ну что друзья вот перемешал я уже все тщательно то есть снимать конечно одному и делать все очень неудобно мы берем и вот эти вот стеночки все так вот туда отковыриваем и уже здесь перемешиваем вот тогда это у нас будет уже вот такая вот хорошая плодородная почва но с частичками песка и глины то есть когда корни все это осваивают натыкаясь на вашу материнскую землю так как бы сказать основу они уже не в шоке от этого и продолжают дальше ее осваивать еще вот здесь вот одним таким важным аспектом хотел снять в отдельное видео но не знаю наверно расскажу сейчас сейчас вот на участке ветер был сильный и откуда-то у нас намело на плитку теперь вот листики какой-то такой растительный мусор все мы помещаем вот сюда и так же все это перемешаем был буквально недавно у знакомых и увидел и точнее сказать у меня случился шок от увиденного они косят газон если скошенную траву выкидывают в мусорку ну то есть там собираются мешки а потом у нас проходят по улице в определенные дни и часы муж мусорная машина и они выкидывают все это в мусор я был в таком шоке объясняю им вернее точнее спрашиваю у них для чего они это делают они с таким понятием это что с ним еще делать ну как так что можно в композ заложить можно замульчировать какие-то посадки можно еще что-то там сделать можно сделать бродиловку вот эту зеленую на что у них вообще сделали скруглые глаза и в таких непонятках а я если честно бегаю везде уже по всем соседним участкам и ездим еще также и куда-то на луга подкашиваем траву потому что вот буквально посадили 5 корней ирисов еще и посадил их позавчера и замульчировали вот таким вот но как я считаю что достаточно толстым слоем травы и вот я их поливал обильно позавчера но и сейчас под ними если вы так вот посмотреть под ними ну вот вот моя материнская земля вот под ними вот такой вот влажный грунт это несмотря на то что у нас на солнышке сегодня было около 50 градусов в тени вчера вот ребята сказали что был 32 градуса тем не менее вот ирисы чувствуют себя посажены неплохо конечно срезы у них всех подсохли ну жара стоит конечно тяжеловато и так теперь такой самый важный момент как бы нам не хватит не хотелось полюбоваться вот на эту красоту но мы делаем следующий шаг берем ножницы и вот это все отрезаем чем короче тем лучше после того как ирис укоренится он выдаст новые листья а у нас остается лишь вот такой вот обрубочек вот с таким корневищем и корнями кстати в этот раз вот очень хороший даже кусочек мне достался вот там сажал некоторые были прям совсем совсем крошечные а этот вот такой вот хороший сейчас мы посадим и обильно польем а потом где-нибудь сбегаю наберу травки и замульчирую ну что друзья вот перед нами посаженный ирис политый сейчас вода впитается и тогда я уже хотя бы сейчас вот здесь вот наверно немножечко украду и замульчирую для чего нужна мульча для того чтобы земля вот в такую жару не перегревалась она под таким слоем вот травы сухой остается охладный там очень хорошо развивается вся микрофлора земельная то есть этой бактерии и грибы и конечно же всякие жучки и конечно же дождевые черви очень любят когда влажно и тепло тепло именно не когда жарко и когда земля вся сухая и потрескавшаяся а именно когда там тепло и влажно вот вот так вот практически вся вода впиталась тут от соседних ирисов я заберу кстати вот эти вот листики мы также туда то что обрезали помещаем ну и так как цветочек подвивший тоже его сюда вот укладываем и сверху вот так вот все это нужно обязательно притянить я знаю что в одноклассниках люди мои друзья меня смотрят но я не так часто делюсь своем видео в однокласснике так что друзья если кто-то желает заходите на youtube регистрируйтесь в ютубе и смотрите мои подписывайтесь на мой канал и смотрите все новые видео по посадке конечно же на ютубе там видео выходят самые первые то есть сейчас я вот снял и тут же пойду выложу youtube снимая всегда стараюсь одним роликом ну это такое как бы я называю живое общение вот никогда не монтирую мне уже задавали вопросы почему ты не монтируешь видео но мне достаточно больше нравится тогда когда я вот снято все одним кадром тогда когда идет как бы непосредственно живое общение через камеру и смотрю я больше именно таких роликов особенно ну те канал на которые я подписан вот по садоводству по цветоводству по дизайну дома и прочее так что если вам понравилось видео ставьте лайк а я вам желаю всего доброго всем пока всем до свидания ну и конечно же будем ждать дождей до свидания и